Собрать портфель, отпарить форму, а еще обработать руки и надеть маску. Обновить ученический набор в этом году рекомендует Роспотребнадзор. Коронавирусные ограничения в Ульяновской области решено продлить как минимум до середины сентября. Ну а как же день знаний? Мы начнем новый учебный год в обычном режиме. Более того, мы сделаем все, чтобы 1 сентября прошел все же как праздничный день на всей территории Ульяновской области. Конечно, сохраняя в том числе и те ограничения, которые у нас продолжают действовать на территории Ульяновской области. Ну и, конечно, уделяя особое внимание заботе о детях, о учителях, о педагогах. Строгий масочный режим сохранится для работников пищеблоков. Жестких требований по ношению масок преподавателями и учениками у Роспотребнадзора нет. Но вот наличие средств индивидуальной защиты в каждом классе условие обязательное. Хождение по кабинетам в начале этого учебного года – роскошь непозволительная и даже опасная. Эффекта массовости не допустят и на торжественных линейках. Мы, наши образовательные организации, распределили на три категории по количеству обучающихся в них. Это школы, где менее 500 человек, школы, где более 500 человек и школы, где более 1000 человек. В зависимости от количества детишек в этих школах будет организована школьная линейка. В каких-то школах будет одна, в каких-то две, а в каких-то три. Изучать на открытом воздухе в этом году будут не только физкультуру. Обучаться наукам историческим и географическим теперь можно у памятников и на местных рельефах. Ежедневной обязательной процедурой при входе в образовательное учреждение будет термометрия. Рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы по новым правилам установят на каждом этаже. По данным Роспотребнадзора, необходимости устанавливать такое оборудование в каждом классе нет. В этом году нововведения затронули и процедуру приемки образовательных организаций. Теперь отчет перед федеральными органами власти будет вестись муниципалитетами вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности образовательного учреждения. Свои доклады о готовности учреждений культуры и спорта соответствующие министры представили Сергею Морозову. По системе культуры отставание на 15% по мероприятиям Роспотребнадзора, собственно, по непройденному медицинскому осмотру преподавателями, которые работают в детских школах искусств. Поэтому задача стоит очень жесткая. До 20 августа завершить прохождение медицинского осмотра. Также перед нами стоит вопрос, это касается нашего отрасли, это занятия по таким видам спорта, как контактные. То есть я беру единоборство, это борьба и бокс. Сейчас мы согласовываем тот перечень, тот чек-лист, который необходимо соблюдать и тренерам, и руководителям спортсменной школы, где культивируют эти виды спорта, потому что там действительно виды контактные. Но за основу мы берем, что занятия мы максимально по погодным условиям будем проводить в уличных условиях, на открытых подсказных сооружениях. Сказать коронавирусу стоп, на сегодняшний день не готовы всего три административные единицы области. Среди аутсайдеров по соблюдению эпидемиологических рекомендаций Теренгурский, Павловский и Староманский районы. В целом прием к образовательных организациям к 2020-2021 учебному году завершена на 99%. Встречать желающих разгрызть гранит науки уже готовы в школе номер 39. В образовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья завершается внешняя отделка здания. Директор признается, в этом году подготовку начали рано и виной тому пандемия. В этом году у нас было запланировано ремонт трех сторон фасада с заменой 32 оконных блоков. То есть полностью мы на 100% вышли по замене оконных блоков в этом году. Освоили мы порядка двух миллионов рублей. Еще около двух миллионов рублей из областного бюджета пришлось потратить на противоэпидемиологические средства защиты. Облагораживать территорию школы начали в 2017-м. В два этапа отремонтировали кровлю, привели в порядок пищеблок и спортивный зал. В следующем году планируют обновить отопительные коммуникации и заменить электропроводку. А вот внедрить новые методы обучения и воспитания помогут нацпроекты. Девять образовательных организаций Ульяновска в новом учебном году примут участие в федеральном кейсе «Современная школа». Яна Федорищева, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.